Десятилетие своего предприятия отмечает сегодня коллектив Сахалинского линейного производственного управления магистральных трубопроводов. Это крупнейший филиал компании «Газпром» «Трансгаз Томск», в котором трудится больше 800 человек. С чего начиналась история управления, узнал Александр Коснопёров. За 9 лет работы в Сахалинском линейном производственном управлении магистральных трубопроводов Виталий Багнет прошел путь от трубопроводчика до начальника участка. Сегодня он руководит работой на газораспределительной станции в Дальнем. Всего у нас 10 человек. Занимаемся эксплуатацией, поддержанием. Основная задача наша – это бесперебойная подача газа потребителю, так как данные объекты являются социально значимыми для Сахалинской области. История Сахалинского линейного производственного управления магистральных трубопроводов начиналась 10 лет назад. Тогда на остров прибыло всего 10 человек – костяк будущего предприятия. Им предстояло организовать подготовку запуска больше чем полутора тысяч километров не только газовых, но и нефтяных магистралей и отобрать специалистов для обслуживания сети. Нормы, правила, стандарты, с которыми мы столкнулись здесь – это нормы, правила, стандарты ведущих мировых компаний. Приходилось многому учиться заново, приходилось много читать, пришлось изучить английский язык для того, чтобы общаться с представителями зарубежных компаний. Пришлось изменить культуру производства, культуру охраны труда. Сахалинский филиал сегодня самый крупный в компании «Газпром Трансгаз Томск». В его штате больше 800 сотрудников. Они обеспечивают бесперебойную работу сразу нескольких объектов. Главной компрессорной станции «Сахалин» магистрального трубопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», а также транссахалинской трубопроводной системы и объединенного берегового технологического комплекса «Лунская» проекта «Сахалин-2». Если смотреть период шире, чем последний год, то за эти 10 лет объем работы увеличивается в разы. Увеличивается зона ответственности, увеличивается количество персонала, который работает по проекту. Я думаю, это показывает только степень доверия со стороны компании «Сахалинская энергия». Все это стало возможным в рамках Восточной газовой программы, которую реализует акционерное общество «Газпрома». В ближайшее время природный газ проекта «Сахалин-2» начнет поступать и на единственный на Дальнем Востоке малотоннажный завод СПГ. Его торжественно запустили в Южно-Сахалинске во время Восточного экономического форума. Голубым топливом планируют обеспечивать отдаленные населенные пункты, в том числе и на Курильских островах. Александр Криснаперов, Алексей Кетчик. Вести. Сахалин. Курилы.